Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизеря, со мной на связи Илья Пономарёв, экс-депутат Госдумы Российской Федерации, оппозиционер, ныне гражданин Украины. Здравствуйте, Илья. Добрый день, рад вас видеть. Взаимно. Скажите, пожалуйста, протесты в России, которые прошли в эти выходные, как вы их вообще оцениваете? Многолюдные они или всё-таки хотелось бы большего? Вот вы меня, Инга, знаете, да, я всегда на все вопросы так получается, потому что в политике никогда не бывает, наверное, таких одномерных ответов. Я говорю, вот с одной стороны, да так, с другой стороны, получается, но. С одной стороны, реально то, что произошло, действительно было очень многолюдно, и по всей стране вышло огромное количество людей. Я не могу сказать совершенно, конечно, что это беспрецедентно, количество людей. Ну и было действительно много. Я могу, в общем, за последние два десятилетия, наверное, припомнить только три эпизода, когда было что-то сравнимое. Это были протесты, когда только был первый митинг на Болотной площади в 2011 году. Тогда было, наверное, немножко меньше, чем было сейчас. Был очень массовый протест, который раза в три-четыре, наверное, был больше, чем то, что было сейчас. Это был протест 2005 года, протест против реформы по монетизации льгот. И были протесты 2018 года против пенсионной реформы, которые, наверное, точно не поддаются оценке, сколько там было людей, потому что они там были пятнами. Тут, Сям, значит, очень такая децентрализованная была движуха, но тоже было понятно, что людей было много и, наверное, больше, чем сейчас. Но, тем не менее, как такая вот одноразовая акция, тем более акция, организованная либеральной оппозицией, это действительно большой успех. В то же самое время в Москве, я не могу сказать, что произошел провал по явке, но в Москве тенденция точно была обратная, чем во всех регионах. То есть самая оптимистичная цифра численности, которую я слышал, была 40 тысяч человек. В этот раз, поскольку акция была осознанно несанкционированная, то не было традиционного способа измерения количества людей. В России есть специальный проект, который называется «Белый счетчик», который считает количество людей, вот этого замера у нас нет. Но вот самая-самая оптимистичная цифра – это 40 тысяч человек, что, очевидно, меньше, чем митинги на Болотной, которые собирали, там 100-150 тысяч человек. Это меньше, чем марш, который прошел после убийства Бориса Немцова, и меньше очень много других акций. То есть, так или иначе, в Москве явно совершенно явка была не такой высокой, как хотелось бы. Илья, а вот смотрите, это с чем связано? Посыл не тот? Не хотели за Алексея выходить? Или просто не созрел какой-то внутренний еще порыв людей самих выходить? Мы здесь, в общем, в некотором смысле гадаем на кофейной гуще, конечно, но мне кажется, что основной мотив в регионах людей выйти был не Алексей, а был ролик против Путина, про дворец. Потому что он носит такой очень острый социальный характер, и это то, что людей по-настоящему задевает. Людей задевает не либеральная повестка, там, правозащитная, за выборы, там, и все прочее. Да, людей задевает, почему они так плохо живут. И вот другие примеры, которые я вам приводил, относительно того, когда в регионах были массовые акции, это все была тематика социальная. Вот, соответственно, дворец, он заделал именно эту самую тему, и поэтому люди активно вышли. Для москвичей это не настолько актуально, раз, а, во-вторых, Навальный все-таки с очень многими перессорился, и поэтому то, что мы видим, что там в соцсетях вроде как все высказались о том, что надо выйти и его защитить. С другой стороны, таких медийных лиц там было не так много, как могло бы показаться. Очень многие там сочувствовали, писали что-то за это, но непосредственно сами в автозаке не пошли. Ну, вот из тех роликов, которые были с призывами выходить, поддержать, та самая там, Водонаева, ну, то есть какие-то звезды, скажем так, второго, третьего эшелона российского, да, не знаю, даже, не знаю, Водонаева, это не эстрада, да, но вот какие-то культурные деятели. А те, которые первого эшелона, они, как вы думаете, их что, так Путин устраивает или они боятся как-то своей карьеры рискнуть? Ну, у некоторых людей были какие-то сочувственные заявления, там, насколько я понял, Ауа Борисовна Пугачева, там что-то такое достаточно сочувственное сказала, но вся действительно там эстрада, публичные люди, они очень сильно зависят от Кремля финансово, очень сильно. И поэтому вся вот эта вот эстрадная оптусовка, она очень аккуратна в политических высказываниях, они в крайнем случае там просто уходят в сторону, но для них даже, что называется, не поддержать вождя, когда там это ему нужно, это уже в определенном смысле достижение. Массово вышли регионы, тот же самый Хабаровск. Как вы думаете, это как-то повлияет на выборы в Государственную Думу, которые вот скоро будут? Ну, думаю, что повлияет, но не таким образом, чтобы пришли какие-то новые лица, которые были бы настоящими оппозиционерами, потому что они будут отсеяны на стадии регистрации. Насколько я знаю, в Кремле весь прошлый год были размышления о том, вот создать ли что-то новое, какую-то новую фракцию, новую группу каких-то новых лиц, ну, может быть, даже не новых, но просто чтобы хотя бы иметь возможность говорить о том, что вот у нас есть оппозиционные кандидаты, да, то есть там, не знаю, Владимира Рыжкова, да, вытащить из старой обоймы, да, то есть и показать, вот видите, есть же вот какие-то оппозиционные люди в Государственной Думе. Насколько я понимаю, на данный момент это решение полностью откинуто, и даже те новые партии, которые они растили, там всякие новые люди за правду и так далее, они их активно сливают, то есть скорее всего только новые люди останутся для участия в этой избирательной гонке, а не такие, как квазилиберальная партия, все остальные, там левые националистические, они уже там пристраиваются активно, но это показывает то, что никого нового там Кремль видеть не хочет. Ну вот то, что со стороны выглядит, не знаю, со стороны Украины или вообще просто с моей стороны, может это очень субъективно, но вот тот состав Думы, который есть сейчас, там Единая Россия подавляющее большинство, Справедливая Россия, ЛДПР, коммунисты, но это не выглядит как в принципе одно и то же? Ну для кого как, я так скажу. То есть для людей сильно политизированных и особенно либеральных взглядов, для которых все эти люди выражают взгляды им чуждые, для них это одно и то же. А, например, для сторонников коммунистов, да, то есть для левых, это не одно и то же, потому что КПРФ, конечно, занимает другую позицию, чем занимает там Единая Россия или которая занимает ЛДПР, есть свои особенности позицию ЛДПР и всего прочего, просто этих всех партий объединяет одно, они не бросают вызов системе, выстроенной Владимиром Путиным, собственно, поэтому они называются системными политическими партиями, но в рамках этой системы они, конечно, могут там критиковать правительство, критиковать отдельно губернаторов, вести какую-то отдельную политическую борьбу, лишь бы она не затрагивала вот основ власти. Давайте теперь поговорим о Соединенных Штатах и Украине, вам оттуда лучше видно, что там Байден уже думает, как наводить порядок в Украине, но это я шучу, конечно, да, чтобы вы поняли, что это ирония наши зрители, да, ну, в общем, какие новости? Да, я бы не сказал, что есть какие-то прям особенные новости, то есть идет активное формирование команды, первые лица, которые названы Байденом, им, соответственно, предстоят утверждения в Конгрессе, для того, чтобы они получили полноценные назначения. Есть несколько людей, которые прямую будут касаться Украины, но которые на данный момент еще либо раздумывают, принимать ли позицию на госслужбу или нет. Я думаю, что это дело в ближайшие двух недель, когда станет вся конфигурация до конца понятна, в том вопросе, который касается нас. Как вы думаете, в принципе, Байден, который, когда был вице-президентом, действительно очень живо интересовался Украиной, мы помним эти пленки, если, конечно же, они настоящие, да, переговоры с Петром Порошенко, голосов похожих на Байдена и Порошенко, то сейчас, когда он станет президентом, насколько, в принципе, вообще будет хватать времени, сил и стратегически, насколько мы будем важны? Я думаю, что Байден будет по-прежнему очень сильно интересоваться Украиной, потому что, вообще, в принципе, постсоветское пространство – это сфера его, так скажем, профессиональных интересов. Он же, как сенатор, он очень много занимался именно внешней политикой, многократно приезжал в Советский Союз еще там 70-е, 80-е годы, да, и в этом смысле то, чем человек занимался 40 лет, ну, очевидно, что он будет этим заниматься и дальше. Вообще, он гораздо больше специалист по политике внешней, чем внутренней, и в этом же качестве его и Обама, соответственно, использовал. Я думаю, что и сейчас больше на хозяйстве будет находиться там Камала Харрис в Белом доме, а Байден будет восстанавливать то, что разрушил Трамп с точки зрения там геополитических, глобальных союзов Америки. В Украине очень частая ситуация, да, наверное, при каждых выборах, когда треть страны чувствует, что это не их президент. Соединенные Штаты Америки сейчас вот в такой же ситуации? Да, примерно в такой же. То есть там точно так же 25%, которые радикально не принимают новую власть, 40% населения, которые считают, что выборы были фальсифицированы. Но это вот, к сожалению, та правда, с которой Байдену придется жить и которую придется каким-то образом решать. Таких цифр не было на самом деле никогда. Да, это, ну, одно дело, неприятие нового президента. Это вообще феномен последних 20 лет достаточно распространенный. То есть большая часть демократов на дух не воспринимала Джорджа Буша-младшего. Большое количество республиканцев на дух не воспринимало Обаму. Потом опять, соответственно, неприятие в сторону Трампа. Сейчас будет неприятие в сторону Байдена. Но вот такого, чтобы было недоверие к легитимности, недоверие к тому, что он пришел к власти в результате законных выборов, вот такого, пожалуй, никогда не было. На ваш взгляд, вот имея в виду все это, насколько тот же американский народ, американский налогоплательщик может поддержать какую-то помощь Украине, военную, финансовую? Ну, этот вопрос решает в конечном итоге Конгресс. Я думаю, что такая двухпартийная поддержка Украины, она сохранится в силу, опять-таки, геополитических интересов Соединенных Штатов. И довольно много людей в обеих палатах обеспокоены Россией, ее ролью в мире, позиции Путина, его политикой. Поэтому я думаю, что поддержка Украины, она будет, безусловно, продолжаться. Вопрос только, насколько она будет активной, насколько она будет эффективной, насколько она будет твердой, ну и, конечно, в каких цифрах это все будет выражаться. Здесь я ожидаю, скорее, смягчения по сравнению с тем, что было при Трампе, чем к ужесточению, потому что во время Трампа, не потому что Трамп был хороший, наоборот, Трамп, скорее, стремился это все как-то ограничить. Он не хотел ссориться с Путиным, но поскольку так Конгресс сильно ненавидел самого Трампа, то они его, соответственно, вынуждали что-то делать и принимали внутри Конгресса решения о санкциях и так далее, на которые Трамп не мог наложить вето. В ситуации Байдена в офисе это, в общем, не нужно. И поэтому я думаю, что эта вот, ну, риторика останется на достаточно высоком уровне, даже, скорее всего, усилится, а вот дела совершенно не факты. Как вы думаете, как могут сложиться отношения уже президентов Байдена и Зеленского, помятуя, что хоть Украина и пыталась оставаться достаточно нейтральной в выборах, но все-таки скандалы, ведь они никуда не делись. Как помните старый анекдот, что ложечки нашлись, а ощущение осталось. Ну, мне кажется, что у Байдена не должно быть претензий к Зеленскому относительно того, каким образом он себя вел во время этих скандалов. То есть, как на него не давил американский президент, от которого, очевидно, Украина очень сильно зависела, но, тем не менее, офис президента не влез ни в какие разборки, и я думаю, что как раз Байден должен это оценить. Я скорее вижу определенную угрозу в том, что у всей команды демократов и у Байдена лично очень много контактов среди предыдущей власти. И там, соответственно, много может быть таких людей, которые будут нашептывать в уши относительно того, какие плохие зеленые, и как их надо проучить. И все это дело плохо сыграет на Украину в целом. Но очень надеюсь, что все-таки какие-то соображения про страну, они останутся у людей, и они будут аккуратно высказывать. Кстати, вот интересно, что помните вот тот скандал с Марией Ивановичей, с экс-послом Соединенных Штатов в Украине, с тем списком, который она передавала Луценко, с неприкасаемыми, там, помнится, были активисты и те, кого многие называют сарасята. Насколько вот список, который передадут, возможно, в этот раз будет сильно отличаться? Ну, во-первых, я надеюсь, что никаких списков больше не будет. Надо бы вообще учиться на своих ошибках. И мне кажется, как раз то, что Зеленский показывает, это в принципе то, что он стремится не поддаваться на такое грубое давление со стороны хоть союзников, хоть противников, а все-таки вести страну как-то своим отдельным независимым курсом. Там можно спорить, он хороший, плохой и так далее, но мне кажется, что вот это у него точно не отнять. Но, тем не менее, конечно, будет поддержка стандартной такой клиентелы демократической партии, которую называют сарасятами, хотя это, конечно, абсолютно неправильный термин, ссора с большинством из них не знаком, а эти люди почти все выражают те взгляды, которые для Сороса являются очень чуждыми и несвойственными ему. Но, тем не менее, вот я бы сказал, такая ориентированная на международные гранты, на помощь международных финансовых институтов группа, конечно, она при этой власти очевидно усилится. Как вы думаете, вот я слышала слухи о том, что как Байден только на своем месте так закрепится, решит все свои проблемы, то начнутся перестановки в офисе президента, как вы думаете, в офисе нашего президента, я имею в виду, под давлением Соединенных Штатов? Ну, я, честно говоря, не вижу для этого предпосылок, именно связанных с Байденом, еще раз скажу, потому что я не вижу никого, кто бы там против него как-то активно играл во время избирательной кампании, там на стороне Трампа в основном играла, так скажем, группа Коломойского, вот, и я думаю, что вот для этого олигарха будет много проблем, и думаю, что офису президента будут всячески советовать максимально от него дистанцироваться, держаться подальше, это, я думаю, происходить будет, а какие-то прямые перестановки я не вижу, то есть я считаю, что там перестановки давно назрели, но по сугубо внутренним причинам, а не по внешнему. Один американский дипломат, кажется, экс-посол Соединенных Штатов в России сказал, что у Байдена к Украине tough love, то есть такая жесткая любовь, что будут требовать от нас все-таки реформ, антикоррупционной политики. Как вы думаете, все-таки вот это хорошо или плохо? Мы же независимое государство, и когда на нас давят и что-то требуют, ну это же не слишком приятно. Ну, мне кажется, да, ты сама ответила на свой вопрос. Я считаю, это не просто неприятно, я считаю, это недопустимо. То есть я считаю, что если страна независимая, то она должна быть независимая от всех. Другое дело, что когда нужна какая-то помощь, естественно, стороны всегда должны договариваться. Но одна из самых больших проблем Украины это то, что она, когда просит помощь, она говорит, вы сами сформулируете ваши условия для того, чтобы эту помощь предоставлять. То есть те же самые организации типа МВФ и многие другие, это бюрократические структуры, которые вполне бы нормально восприняли внятную экономическую программу, которую выдвигает вся страна, если сама страна, если они понимают, что она вся готова по ним жить, будет последовательно идти, не нарушать, не юрить и все прочее. Им же тоже неинтересно брать на себя ответственность и говорить, что окей, если вы сами не можете сформулировать, тогда вот мы открываем учебник и говорим, что вам нужно делать. Первое, второе, третье, четвертое. Это тоже то, что любой бюрократ хочет избежать. Но, к сожалению, мы в основном идем по этому второму пути. Илья, ну и последнее, как вы думаете, 2021 год для Украины он будет, я не имею в виду сейчас коронавирус, а вообще с той политической системой, турбулентностью в России, непонятной ситуацией в Беларуси, новым президентом в Соединенных Штатах Америки. Как это все отразится на Украине? Я думаю, что это будет очень сложный год, потому что, прежде всего, будут экономические, а следовательные социальные последствия пандемии. Еще непонятно, когда вся эта история закончится, там, что происходит с вакцинами. Я знаю, что в Украине есть очень конкретные предложения западных вакцин, но пока мы там слышим то, что вопрос решается, но он пока не решен, от этого тоже довольно много всего зависит, но и вообще, как будет выглядеть мировая экономика. Сейчас для Украины очень есть позитивные факты, да, именно опять-таки из-за той же самой пандемии резко выросли цены на продовольствие на мировых рынках, и Россия, и Украина как экспортер продовольственной продукции, аграрной продукции, она, конечно, от этого выиграет, это хорошо, но свой, собственно, там, малый-средний бизнес, который существует внутри страны, конечно, ему будет очень сложно, ему надо помогать. Илья, большое вам спасибо, с нами был Илья Пономарев, смотрите нас в Ютьюбе, на Политека, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, не стесняйтесь писать комментарии, я, Инга Минзеря, с вами прощаюсь, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok